Конечно, в Крыму есть села, которые находятся сейчас в состоянии упадка. Наверное, одно из них – это село Воронки. Но, несмотря на все это, здесь есть свое будущее. Всего на 10 домов и небольшое количество жителей здесь два фермерских хозяйства. И об одном из них мы сегодня расскажем. В 1939 году в селе насчитывалось 265 человек. И это самая большая цифра за все время его существования. Спустя пять лет в 1944-м часть жителей была депортирована в Среднюю Азию. И в начале 90-х возвратиться именно сюда почти никто не смог или не захотел. Но родина есть родина, даже если ты ее не знаешь, ведь родился за тысячи километров от нее. И для одной из уехавших семей эта тяга в родовое село была сильнее, чем страх километров. Сегодня они здесь, в Воронках, делают то, что умеют лучше всего. Ведь семейные традиции, как и родину, не выбирают, а просто чувствуют сердцем. Мы выходцы с этой деревни, а раньше они занимались животноводством. Все поголовно. Здесь не было ни садоводства, ни огорода не разводили. И поэтому я думаю, это у меня в генах. Ранки вообще тут очень старое село. Она уже еще в царское время была. Она называлась раньше Кадыш. Здесь была русская часть и крымско-татарская часть. Здесь была станция по борьбе с болезнью животных. Была больница, школа, сельсовет. Это все сейчас разрушено. Мой дед жил здесь. Мы вернулись в родовое поместье, можно сказать так. И нам это помогает. Мы жили в Средней Азии, в цветущем месте. Там реки, горы, леса были. Сюда приехали степь, конечно. Чуть-чуть. Мы были в шоке. Ну, все равно как. Приехали на родину, и поэтому возрождаем, можно сказать. И я думаю, считаю, что мы здесь нужны. Мы вообще многодетная семья. Нас у матери шестеро. Я ветеринар, окончил сельхозный институт. Жена сейчас пока не занимается. Растит детей, будущих помощников моих. Буду стараться, чтобы они выросли достойными людьми. Начинали мы, где-то у нас 50-60 овец было. Это еще у нас покойный отец живой был. Это 93-й год. Ну, после института, когда я пришел, со знаниями, ну, здесь, с аграрного университета. Я уже начал, ну, потихоньку начали набирать обороты. И сейчас мы каждый год на ступеньку выше поднимаемся. Большая ли отара? По голове у нас вообще мы как КФХ, мы оформились как КФХ. Были подсобное хозяйство из трех частей, три брата. Сейчас мы объединили общие силы в одно целое, как получился кооператив, да? Почему-то нет, нас убегают. Ну, они потому что боятся чужие. По голове у нас сейчас где-то 800 голов маток, 200-300 девочек молодых на замен. Вот, содержим мы здесь, в этом помещении. Пастбище имеется, ну, вокруг степные пастбище. Мы не придерживаемся одной породы, потому что, если придерживаемся одной породы, тяжело ее содержать в чистоте, и она, ну, не такая продуктивная потом. Здесь порода идильбаевская, каракульская, ну, как смесь каракульская, цыгайская. И здесь у нас производители, мы завезли совсем недавно, 2-3 года. Это немецкий Меренеленд. Мясная специализированная порода. Мальчики, видите, да, крупные они? Хорошенькие такие. Да, это молодые племенные населения, это постарше. На, яшка, яшка. Сейчас я приведу барамечка. На, на, на. Это ваш любимчик, наверное? Не, он просто, они ручные. Они ручные, они очень продуктивные. И, получается, мы ими покрываем этих овец. Это яшка, да, вы его назвали? Нет, яшка это тот. Да? Но все равно этот к вам подошел, и как-то с любовью. Ну, да, потому что я же хозяин. От меня, ну, от меня зависит его судьба. В раздольном состоянии сухой климат, и поэтому, я думаю, считаю, овцы это самый идеальный вариант. И рентабельность хорошая. Вот с утра мы сыпем зерно, овес. Овес это еда спортсменов, и бараны у нас тоже спортсмены. Да? Спорт ясно, какой они у них. От них зависит как многое. Сейчас насыпаем овес. Бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар. Мальчики должны хорошо питаться, чтобы быть в форме всегда. Для коров тоже овес? Да, телят, телят и бычков, и коров мы корем овсом. Мясо получается очень вкусное. Быстрее растут они. Вот с утра мы насыпаем. Они вон уже разволновались, еда. Да, да, аппетит хороший. Покупаем у местного населения телят и доращиваем здесь. Конечно, любим его. Расставаться, конечно, тяжко с ним. Но я считаю, жалеть надо тех животных, которые создал Бог. Или как у нас Аллах. Это воробей, дикий заяц, ежик, змея. А этот скот, овцы, это как бы Бог нам дал возможность, чтобы мы как бы сделали для себя, для своих потребностей. Покажу вам землю, которую мы обрабатываем. Мы берем в аренду у местных жителей. Ну и земли родственников собрали в кучу. Сеем корма. Выращиваем пшеницу на зерно. Овес. Вот так интересно. Земля недалеко находится. Так, вот наше поле. Здесь мы посеяли ячмень. Сейчас мы увидим, посмотрим, поснимаем. Вот, смотрите, снимите здесь. Если здесь нету навоза, так, пройдемте дальше. Здесь начинается навоз. И сразу трава гущая зеленее, да? Зеленее, мощнее. Айдер, а полив как-то тоже, это погодные те же условия как-то влияет? Полив здесь раньше, ну, канал вот здесь идет через километр. Были трубы, но трубы сейчас как-то вырывали все. Нету труб, нету полива, нету воды. И сейчас систему у нас, в основном, применяем трехпольную систему. Ну, у нас есть, слава богу, два трактора. Сейчас два тракториста. И успеваем. У нас не так-то много земли. В районе двухсот гектар. Вот хотелось бы больше, конечно, но пока мы все. Это первый наш трактор, который мы купили в 2008 году, когда начали заниматься более уже расширенно. Наш старичок, вот за счет него, как бы, все, на нем сначала обрабатывали поля. А сейчас он просто стоит с куном. Ну, как бы, он, наверное, останется как памятник. Мы перешли с подсобного хозяйства, оформили в 2015 году КФХ. Я сразу подал заявление на получение грантовой помощи. Ну, конечно, существенная поддержка для начала. Мы не то, что там пришли, взяли и ушли. Мы будем заниматься. Мы даже, если вы не получили грант, мы все равно этим занимались. Проблема сейчас с пастбищными землями, потому что нам нужны более обширные пастбища. И государство пока не хочет идти к нам навстречу в этом вопросе. И для расширения нам нужны площадки для строительства новых овцеводческих ферм по, как сказать, по нынешним технологиям. Они отличаются, будет, в корне от советских зданий. Потому что сейчас уже механизировано хотим мы. Я так думаю, вижу, что бы сделать. Ну, пока этот вопрос не продвигается никак. Так, будем поближе к ковцам стремиться. А столома – это тоже то, что, получается, растет у вас? Да, это корма полная. Мы уже третий год перешли на то, что корма полная, я заготавливаю сам. И с ней не покупаю. Один обычный огненок, два, как обычно. Ну, в основном, мы сейчас хотим, чтобы у нас побольше было, по двойне. Поэтому мы привезли эту породу. Она дает 180-220 огнят. Малыши у них появятся примерно через месяц. Не бойтесь, девочки, я отойду. На пазбище там мы съем экспорцет. Осенью подсеваем овес. И там дикая трава растет. И такое продуктивное пазбище. И овцы там наедаются хорошо. Сохранились лесополосы. Как удалось, может быть, их сохранить? Лесополосы мы сами охраняем. Взяли на себя эту функцию. Мы, если видим, кто-то начинает пилить или слышим звук бензопилы, мы знаем, что начинают пилить деревья. Мы едем, препятствуем этому. Потому что они спилят, понимаете, все. И сами видите, лесополосы защиты, да? И боремся с мусором также. Мы приехали на пазбище наше. Уходим рано, ну, утром. Сейчас не совсем рано, а летом рано утром уходим. И идем с овцами в поле за ними. Там подворачиваем их. Вот у нас собачка помощник есть, который помогает нам. В летнее время мы пасем на тачанках, на лошади. А зимой, ну, как вот, осенью пасем пешком, потому что холодно на тачанке, без движения сидеть. Бывают случаи нападения волков. Ну, это так, единичные случаи. Ну, охранять стадо нужны собаки хорошие. Как дозор справляется? Ну, он у нас такой не совсем сторожевой. Ну, так бегает вокруг стада и, может, наводит страх на кого-то. На зайцев, например. Мальчики у нас, осеменители, пасутся на улице. Вот они сейчас утром давали зерно. Выгоняем сюда на целый день. Здесь у нас что? Здесь у нас огороженная территория, вот этой разваленности. И электропастухом. Электропастух это вот нитка, да, с плетениями электрического провода. По ней ходит ток постоянно. И оно им не дает, ну, убежать за территорией. И нам удобно. Они спокойно. Если их специально не дразнить, ну, не провоцировать, они нормально себя ведут. Самое главное, вот как с бараном не играться, да, вот в бокс, как сказать, кулаком его по голове не видят, потому что он начинает бить. Ну, баран бьет страшно, конечно, если научить. Ну, это ежедневный труд, я хочу сказать, и очень тяжелый. Вот, не каждый хочет этим заниматься, особенно в настоящее время. Ну, как бы, иногда надоедает, хочется все оставить и уехать. Но потом здравый смысл преобладает. И хочется дальше работать. Я уже не могу чем-то другим заниматься. Пока я с утра не приеду, не посмотрю там, не накормлю их. И потом уже дальше заниматься чем-то другим. Ну, любим, конечно, свое дело любим. Ну, этим кто-то должен заниматься, понимаете. Ну, как, если сейчас все откажутся от сельского хозяйства, тем более от животноводства, это будет крах, да, и для государства, и как. Потому что продукция, выращенная здесь, я считаю, она будет более, как, экологически чистая. И занятость населения. Если я выращиваю, мне нужен рабочий тракторист, я покупаю запчасти, стройка, ну, цепочка идет, понимаете, дальше. Я трачу деньги здесь, не ухожу никуда, ну, не перевожу там за границу или что. Я буду развиваться, расширяться, расширяться. Счастье состоит в том, что когда человек занимается любимым делом, он, как бы, морально удовлетворяется. И ложится спать уже с такой, с душой. Что ж, день прошел хорошо, и завтра еще будет лучший день. Своё будущее вижу. Ну, как во главе большого хозяйства, которое производит известную продукцию на всю Россию. И в любом краю России будут знать, что имеется раздольный район, где выращивается самая хорошая баранина, самая хорошая говядина вкусная. И они будут ехать к нам, чтобы это попробовать, отдохнуть здесь. Завет Ленина. Это не просто память. Когда-то здесь был огромный колхоз. Выращивали овощи и фрукты. Был даже свой консервный завод. И, быть может, сейчас настало то время, когда все это можно возродить. В состав Завет Ленинского сельского совета входят села Зеленый Яр, Мартыновка, Мелководная, Пушкино и Солонцовая. В советское время почти все жители этих сел работали в колхозе. И кроме консервного завода здесь могли удивить и другими достижениями. Более 8 тысяч гектаров земли. Конечно, фрукты и овощи. Конечно, зерновые. Плюс ко всему несколько животноводческих ферм и отличные виноградники. Доход был настолько высоким, что на свои средства была построена огромная школа. И даже, что удивительно, созданы дендропарк и зоопарк. И, по сути, спустя почти 30 лет земля никуда не исчезла. А главное, есть люди, которые сумели вдохнуть в нее новую жизнь. Был завет Ленина. Как бы название осталось, но, к сожалению, все распалось. На 5-6 частей распалось. Было все у него. И крупнорогатый скот, и овощеводство, и зерновые были. Был консервный завод, пруды и ставки, рыба была. Здесь когда-то, я помню, было справа от нас картофель и был. Все это была канальская вода. Вот слева от нас орошение было, лотки, по которым текла вода. И все это орошалось дожевалками ДДА-100. Сегодня все утеряно, но есть молодые фермеры, которые способны все это дело развивать. И пробуем, развиваем. В основном у нас 4 культуры. Это морковь, свекла, картофель и лук. Мы приехали на морковное поле. Как происходит нынче уборка? Уборка у нас происходит вручную, так как это избегает технологических повреждений. И для лучшего хранения, чтобы мы могли смело хранить до марта-апреля месяца. Слушай, ну она прям красавица. Почему такая крупная? У нас, к сожалению, был ливень с большим ветром, и он отсек всходы моркови. И получилась она изреженная. Из-за этого она как бы начала расти в свое удовольствие и начала ее корявить. И так получилось, что она много отходов у нас на данный момент. Я думаю, что свойства ее, сладость не теряются от того, какой она формы. Можете попробовать, очень вкусная, очень красная. На уборку приезжают со всего района. Все готовы ей помочь, так как погода позволяет. Работаем, убираем. Летом мы работаем с 6 до 2, так как жарко. А вот сейчас с 8 до 4. Бывает, задерживаемся. Коллектив у нас дружный, работают они у нас уже много лет. Это не первый год. Как бы организованный, постоянный. Песни поете? Поем. Я говорила разучить. Уборка у нас не такая веселая, а у нас весело на складе. Мы когда сидим на складе, у нас там и поют, и танцуют. У нас там бывает все, особенно в празднике. Ощущение, что чего-то не хватает у нас нет. На море мы ездим, отдыхаем. Что нужно делать для того, чтобы вырастить самую вкусную морковку в Северном Крыму? Ну, как бы посеять, поливать, удобрять. Очень много чего нужно. Не прозевать урожай. У нас же знаете, как с поливами? Очень тяжело. Это очень важно. Не вовремя полил, все, уже такого результата не будет. Расскажите об истории ботвы. Куда девается вся ботва? Ботва скашивается трактором. Развивается по поре. Жаль, что вы не видели, конечно, это очень красиво. Мы все зелененькие. Потом она остается на поле, перегнивает своего рода удобрения. О, какая красавица. И морковка красивая, и девочки красивые. Очень даже. И грибут хорошо. Видите, как быстро? Вы снимаете, какой комбайн может тут сравниться? Вот это мы порежем, да? Вот это скорость. Ну, уже просто навык. Вот наша морковь. Прям видно, что она очень сочная. Очень сочная, отрезкается, лопается. Вот она прям даже чистая, вот серьезно. Вот это морковка отличная. Все детство ела с грядки, и здесь тоже. Василий Николаевич очень отзывчивый человек. Если к нему у нас рабочие такие, что обращаются, он никогда не откажет. Он твердый человек такой, знаете, с волевым характером. Может прикрикнуть иногда, но по делу. Люди, правда, вот вы пообщаетесь с людьми, они благодарны за эту работу, за то, что им дается возможность заработать. И, ну, как вам сказать, в город все не поедут. Вот, в общем, так. Свой первый трактор он привез на прицепе. Это была куча металла. Эти колеса он все привез отдельно. Мы еще смеялись с него, говорим, ну, этот металл он притащил. Какое же наше было удивление, когда он начал собирать, собирать, собирать. Собрал трактор. Потом покрасил. У него до сих пор есть такой зелененький. Пошел я работать в 17 после школы. Там у меня оставалось два месяца до 18. Я все детство провел с отцом, отец – тракторист. И, как бы, ну, это все было в привычке уже. После, как говорится, свадьбы понял, что, осознал, что надо кормить семью. И начал постепенно осуществлять свою деятельность. Начал овощи, заниматься овощами. И порядка полугектар начинал. И это было в 2006 году. И вот до 2018 у меня уже стол. Наш рабочий день начинается с раннего утра. Начинается с раздачи нарядов. Потому что трудовой коллектив у нас, вы видели, какой более 20 человек. И каждый получает свою определенную работу. И целый день трудится. В процессе этого мы контролируем. Где-то, если что-то, кому-то это, помогаем, как можем. Мы не отдыхаем. У нас нет совершенно времени. У нас только зима, когда лютые морозы. Все замерзло, все стало. Тогда для нас это отдых. Весна, лето, осень – это в работы ежедневные. Утро и до позднего ночи. Свекла у нас в процессе еще роста. Так похолодало. И сейчас она набирается всей своей сладости. Отойдите. А или вам оттуда видно. Ну такая она, конечно, крупненькая, хорошая. Прям хочется, как яблоко ее раз. Хотя я мне, несмотря на мою фамилию, я, например, свеклу не люблю. Я ее тоже не люблю. И никогда не пробую. Уборочный процесс мы начнем где-то через неделю. Посев у нас происходит в конце июня. Растет она 95-100 дней. Насколько она уже выросла за 90 дней? Выросла она как положено. У нас стандарт для производителя. Это нормальный стандарт. 5-7. Больше мы стараемся ее… Еще будет больше? Или все это? Нет, нет. У нас комплекс удобрений, который входит в это самое. Он держит ее. Не знаю. Не дюхал. Чтобы она не переросла, потребители, чтобы не жаловался никто и пользовались спросом. Сейчас мы ее попробуем разрезать. Сочная. Я говорю, хочется реально как яблоко ее откусить. Вот она. Такая сочная. Да. Какой борщ из нее, наверное, вкусный. Куда свекла потом идет? Куда вы ее продаете, отдаете в какие-то, может быть, супермаркеты? По Крыму или не по Крыму? По Крыму у нас есть люди, которые приезжают. Но в основном это на рынке привоз. Если Крым. А если берут на Россию, это только Москва. Прямо в Москву едет наша свекла. Ну, едет, а куда она денется? Основные потребители наши. И что говорят в Москве о нашей свекле? Ничего не говорят. Работают как положено, все их устраивает, все им нравится. Я полагаю, трескают ее за обе щеки. На данный момент у нас в сентябре, в начале сентября был град. Видите, что он происходит с листьями. Он побил и, естественно, это повлияло на вегетацию. Растение начало краснеть, желтеть. И меньше набирает сок. Да, меньше набирает вес. Но, естественно, это в центнер. И все это выходит. Ну, такие убытки, да? Это стресс для растения произошел. Ну, мы пытались, чем могли, и обработали. И по капельному орошению пропустили микроэлементы. Зеленую массу он отбил. Ну, в первую очередь хочется спрашивать всегда о том, хватает ли воды. И как повлияло вообще отсутствие воды в Северокрымском канале? Ну, конечно же, воды не хватает. Как бы тяжеловато. Пытаемся экономить всеми способами. Повлияло, конечно же, то, что канал осушился. Ну, пережили, получается, два года. Было очень тяжело. Вот эти шланги, это какое-то специальное орошение? Или это необычный способ? Капельная лента, наше капельное орошение, которое очень эффективно. Мы все перешли на него. Это наша скважина, в которой находится глубинный насос, который питает наше все поле. И прекрасно питает. Защищен он у нас, сан-зона у нас, защита от всякого попадания мусора и так далее и тому подобное. Питание у нас генератор. Трубопроводы расположены по всем направлениям. 500-600 метров по-разному. До каждой точки подходит вода. И дальше распространяется по лентам. Документация очень тяжело достается. У нас на данный момент произошла только проектировка. Два года у нас проходило согласование проектировщика. Были возвраты неоднократно. Это единая проблема всего Женкойского района. Трактор наш «Белорус», которым мы занимаемся, делаем, набиваем гряду для посева ярового лука, который у нас перебивает и измельчает нашу землю. Вот такие вот ряды получились. У нас земля вспушенная, готовая для посева. За три-четыре месяца она сядет. А вот и тот лук, который здесь был до этого, да? А это был, он был полгода назад. Это его остатки. Скажите, как... Которые измельчились уже и стали минеральным удобрением. Вот трактор набил гряду и, получается, заходит сейлка и сеет весной лук. В марте месяце сеет 8 строчек лука будет проходить на две капельные ленты. К сожалению, мы собрали по 30 сантиметров всего лишь в связи с погодными условиями. Была засуха, потом произошло так, что дожди. Для лука это являлось стрессом, он начал болеть. Конечно, это убытки. Всю прибыль мы пускаем на... Что-то строим постоянно, что-то делаем. В данный момент холодильник нам нужен. Мы нуждаемся в холодильнике. Поскольку у нас поддержки нет, мы как бы за свои деньги либо строим, либо снимаем в аренду. И продаем мы весной, так как цена поднимается на данный момент весны. Это ток, который мы приобрели буквально неделю назад. И планируем реконструировать. Он находится в очень плачевном состоянии. На нем имеется бетонная площадка для хранения сушки зерна и склад. Все это будет чиститься. Ограждение будет поправляться. Планируем переходить сюда на овощи хранения. Также здесь будет строиться холодильник для хранения овощей. Василия Иваченко я знаю еще с раннего возраста. Начинал он с небольшого кусочка земли. После этого вырос. То есть взял в аренду земельные паи и создал свое предприятие. На таких людях держится все сельское население. Почему? Потому что они дают работу. Хватает безбедно жить, оплачивать коммунальные услуги, делать заборы новые, менять европакеты, сделать ремонты дома и покупать автомобили. Мечта, да очень простая, что моя семья практически все находятся на работе на земле. Вот коллективно создать поэтапно такой коллектив рабочий, трудолюбный, мини-колхоз. Восстановить все это, то, что находится в владении, и чтобы это все хорошо работало и процветало. Когда дети накормлены, святые, здоровые, это и есть счастье. Мы развиваемся, у нас практически все получается, для нас и есть своего рода это счастье. Продолжение следует...